МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. На термометре больше 30 градусов. Жаркий июль прогнозируют специалисты МЧС России по еврейской автономной области. Работа России – время возможностей. В еврейской автономной области прошел второй федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Показали мастерство. Лучший расчет добровольной пожарной дружины выявили в дальневосточном подразделении компании «Транснефть». Шалом-2024. Биробиджанские спортсмены показали достойный результат на всероссийском турнире по боксу. Специалисты МЧС прогнозируют жаркую и дождливую погоду в ЯО. В июле среднемесячная температура ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Ночью ожидается около 15-20 градусов, а днем столбик термометра будет подниматься до 25-32 градусов. Месячное количество осадков предполагается около среднего многолетнего количества. В июле традиционно разгар летнего отдыха и в чрезвычайном ведомстве предупреждают об опасностях подстерегающих отдыхающих. Основными рисками на июле остаются ухудшение гидрологической обстановки на малых и средних реках области, особенно в период прохождения интенсивных осадков и подъема грунтовых вод. Сохраняется высокий риск происшествий на водных объектах. В особой группе риска продолжают оставаться дети школьного и дошкольного возраста, оставленные без присмотра взрослых и отдыхающих на неразрешенных для купания водоемах. Внимание и ответственность. Об этом не устают напоминать специалисты. Высокие температуры, жара плохо переносится людьми с ослабленным здоровьем. Никто не застрахован от возникновения инфекционных заболеваний и укусов клещей. И, конечно, надо позаботиться о безопасном отдыхе детей. Тимофей Горстков, Кирилл Цырульников, Новости 21. Работа России – время возможностей. В Еврейской автономной области прошел второй федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства при поддержке проекта «Единая Россия. Моя карьера». В Биробиджане соискатели вакансий и работодатели встретились в городском дворце культуры. Открыл ярмарку заместитель председателя правительства ЕАО Андрей Садаев. Он передал слова приветствия от имени губернатора Ростислава Гольштейна и пожелал всем участникам ярмарки достигнуть поставленных целей. Я считаю, что это мероприятие очень полезно, когда в одном месте любой гражданин, соискатель профессии, работы может получить всю информацию и сделать для себя выбор. Сделать выбор было из чего. Площадки с информацией об актуальных вакансиях развернули десятки работодателей, и ни одна из них не осталась без внимания соискателей. Приглашены более 45 работодателей по всей области. То есть в каждом отделе содействия занятости в районах проходит тоже ярмарка и на территории города Биробиджана. Представлено более 200 вакансий. То есть приглашены все безработные граждане, граждане, ищущие работу, школьники, студенты, выпускники. Благодаря современным реалиям развития еврейской автономии в регионе появляется все больше рабочих мест. Например, сейчас в области интенсивно идет дорожное строительство. Эта сфера нуждается в кадрах. На предприятии ПМК «Биробиджанводстрой» готовы принять как специалистов, так и тех, кто хочет обрести новую профессию. Наше предприятие производит обучение на специальности водитель эскаватора и биробиджан. На нашем предприятии довольно-таки очень щедрые условия, я бы сказал. Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, отпуск предоставляется. Питание также предоставляется. Иногородним предоставляется проживание вагончиков. Активно развивается в ЯО и добыча полезных ископаемых, где также требуются специалисты и рабочие. Один из таких работодателей – кульдурский бруситовый рудник. Здесь готовы предоставить удобный график работы, жилье и все необходимое для продуктивной трудовой деятельности. Также у нас имеются льготы для сотрудников. Мы оплачиваем путевки детские в лагерь. 50% предприятия компенсирует. Плюс у нас имеется обучение сотрудников. Мы постоянно их обучаем. Они повышают квалификацию за счет работодателя. Также у нас имеются все условия для карьерного роста. Для тех, кто хочет определиться с будущей профессией и стать дипломированным специалистом, на ярмарке работали площадки дальневосточных вузов. Один из них – ПГУ имени Шолома Лейхима. В этом году университет готов предоставить абитуриентам более 400 бюджетных мест, почти по 50 направлениям обучения. Подходят школьники, причем подходят школьники 10-го класса, которые только на следующий год будут выпускаться. Подходят взрослые люди для того, чтобы посмотреть, какие есть бюджетные места на заочной форме. То есть есть возможность обучаться бесплатно. И на магистратуру. Мы сейчас даже уже поговорили с представителями центра занятости, которые тоже изъявили желание обучаться у нас в магистратуре. Трудоустроиться смогли и те, кто желает посвятить себя служению государству. Информацию о своих вакансиях предоставили и силовые структуры – МВД, ФСИН, Росгвардия, МЧС и другие. Профориентация и помощь в трудоустройстве – одно из приоритетных направлений нацпроекта «Демография», который реализуется по решению президента Владимира Путина. Благодаря этому нацпроекту в прошлом году в стране появилась всероссийская ярмарка трудоустройства. В этот раз ее посетили около тысячи человек по всей области. И многие из них нашли для себя подходящую работу. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости, 21. Лучший расчет добровольной пожарной дружины определили в дальневосточном подразделении компании «Транснефть». Региональный этап соревнований по пожарно-спасательному спорту принимал Биробиджан. До этого на первом этапе дружинники соревновались на уровне филиалов «Транснефть» и «Дальний Восток». Проводится он с целью того, чтобы сплочить коллектив, во-первых. Во-вторых, повысить свою боевую готовность. Состав команды у нас стоит из шести человек. Это пять членов добровольной пожарной дружины и один водитель пожарного автомобиля с нашего подразделения. Все это работники «Транснефти», рабочих профессий или ИТР, инженерно-технических работников. Всестороннюю поддержку в проведении соревнований уже на протяжении десяти лет оказывает региональное управление МЧС. Внимание профессионалов только повышает требовательность участников к себе. Хотел бы отметить, что проведение данных соревнований популяризирует в первую очередь пожарно-спасательное дело и направлено именно на повышение боеготовности подразделения добровольных пожарных дружин. На протяжении двух дней семи командам-участникам предстояло продемонстрировать все свои профессиональные навыки в традиционных для пожарно-спасательного спорта дисциплинах. Итоги подводились в личном и командном зачетах. Лучший результат на региональном этапе показали огнеборцы из Амурской области. Конечно, самые сложные и напряженные – это эстафеты, потому что там надо, чтобы каждый быстро одевался. Ну и, конечно же, личное первенство. Я лично занял третье место. Профессиональное судейство осуществляло региональное отделение Федерации пожарно-спасательного спорта России. Все было организовано в строгом соответствии с регламентом. Мы являемся соучастниками этих мероприятий, обеспечиваем полностью материально-техническое обеспечение проведения данных соревнований. Уже на протяжении лет пяти постоянно сотрудничаем с данной организацией. Отличившиеся спортсмены войдут в сборную, которая представит «Транснефть Дальний Восток» на всероссийских соревнованиях среди других региональных предприятий в системе компании. Андрей Кирюшин, Кирилл Цирульников, Новости 21. Команда биробиджанских спортсменов стала лучшей на прошедшем в областном центре всероссийском турнире по боксу на призы законодательного собрания ЕАО, посвященном памяти участника Великой Отечественной войны, кавалера орденов славы Льва Григорьевича Тойтмана. Традиционные соревнования прошли в 20-й раз и собрали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин» 130 спортсменов из восьми регионов Дальнего Востока и не только. Участие в турнире приняли также боксеры из Донецкой Народной Республики. В течение четырех дней с 26 по 29 июня за победу на ринге боролись юноши 15-16 лет в 13 весовых категориях. По итогам четырех дней соревнований на третьем месте по количеству медалей оказалась команда из Владивостока. На втором – Хабаровчане, а наибольшее количество призовых мест завоевали биробиджанские боксеры. Во время турнира «Шалом-2024» по результатам боев победителям были присвоены спортивные звания кандидатов в мастера спорта. Никита Натапов, Богдан Патрин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова